Как вы понимаете, в железобетонных конструкциях там железо и бетон, то есть арматура металлическая. И вот в тех местах, где у нас в будущем пройдет щит, я сейчас очень коротко на этом останавливаюсь подробнее, у нас нет металлической арматуры, иначе бы щит не смог пройти эту стену. Идея в том, что вы делаете две торцевые стены, вот коробка из-под угла, вы себе представляете, у нее есть две вот эти вот, две стены торцевые. В них нет металлической арматуры, там не металлическая арматура. И щит нет смысла вытаскивать, то есть он доходит до станции, которая построена в черне, вот так, как вы видите. Его не надо вытаскивать на поверхность, разбирать, перетаскивать, монтировать и опять заново опускать. Он насквозь проходит станцию, он прогрызает вот эту стенку, где нет металлической арматуры, иначе бы щит просто сломался. И его протаскивают через станцию, ставят там такие металлические конструкции, от которых он как бы отталкивается. И просто его протаскивают вот в зоне лотка. И он идет дальше, поэтому скорость за счет этого тоже, она невероятно увеличивается. Вы имеете возможность целую линию пройти, и у вас демонтажная-демонтажная камера, она не так часто, не перед каждой станцией, после каждой станции встречается. Следующий. Та-дам! Готовы и французы. Собственно, потом идет, после того, как прошел щит, начинается монтаж оборудования и отделка станции. Все это происходит уже под обычной дорожной городской ситуацией, что также влияет на комфорт жителей, потому что очень шумные работы, они ведутся уже под землей, уровень шума минимальный, и комфорт от этого, конечно, только повышается. Очень спасибо.